Ну что, ребята, пирожки, а я заметила, гляньте там, какая надулась бульба, класс, ой, какое тесто, гляньте какой шарик, да, у меня, ребята, появился еще один, еще один, горбуз, по-украински это горбуз. А по-русски это она, тыква, вот так вот вам, по-украински это он, а по-русски это она, это Леночка мне дала, она мне дала два, один такой длинный для каши, там, хочу кашу сварить, вот, и для интерьера, вот этот маленький, такой красивый, вообще, гляньте, прям как для Золушки, вот это вот, карета, да, как в этом, ну ладно, все, не болтаем, погнали, погнали тесто наше. Так, ну что, погода хорошая, вот хоть и грустно как-то, вот обидно за курочек, но все равно настроение неплохое, потому что солнышко на улице, это вот уже 50% хорошего настроения, солнечная погода. Так, посмотрите, какое тесто сейчас будет, гляньте, как оно тянется. Такие вот, ой, обожаю, не могу. Тесто вообще волшебное, ребята, по этому рецепту, вот кто пробовал, знает, вот этот рецепт у меня, вообще, ему цены нет, просто, всегда получаются пирожки обалденные. Вот уже кому я не давала вот этот рецепт, все довольны, очень хороший, всегда тесто замечательно. Так, ну что, сейчас нам надо его обмять и разделить на, наверное, будет два противня у меня, или посмотрю. Нет, все-таки сделаю на одном, три, четыре, допустим, четыре, три, четыре, здесь будет пять, штук двадцать надо. Музыка. 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 Так, сейчас пока оставим их в покое, сейчас накрою их пленочкой, вот, и пускай они подходят, вот, а потом будем, 16 пирожков у меня получится, вот, ну, врезут они на один противень хорошо. Все, все, ждем. Так, все, у меня готовы яблоки, готов творог, пирожки будут с творогом и с яблоками. Так, ну, что, вперед, вперед, начинаем лепить наши каточки, видите, уже какие большие стали. Так, ну, что, а такие, а воздушные какие, прям классные, как шарики. Так, в первую очередь мне понадобится сахар, вот. Потому что яблочки кисло-сладкие, нужен сахарок. Сахара здесь не очень много, ну, ладно, хватит. Я думаю, хватит. Так. Сначала с яблоками, потому что они очень быстро желтеют. Побольше начиночки. Я люблю, когда много начиночки, так вот, ммм. Хотя и тесто, здесь само тесто очень такое вот, такое вот классное. Так, пирожки будут все одинаковые. Яблочко матерло. на терочку. Чтоб быстрей, ребята. Потому что, вот смотрите, как быстро я его только натерла, а оно уже пожелтело. Я знаю, что надо сбрызнуть лимонным соком, но зачем это, если, ну, и так кислое. Ну, не кислое, но... Так, два, чтобы поместились. Нам надо 4 на 4. Ну, так то 4 поместится. А вот так, сейчас посмотрим. Надо, чтоб поместилось. И так раз. Надо добавлять сейчас. Верный матер. Типа. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пирожки готовы. Готовы к выпечке, но нет. Хочу их смазать маслом, чтобы они не подсыхали, ребята. Потому что если они подсохнут, они плохо поднимаются. Так, а что-то у меня здесь близко лежит. Вот этот у меня чуть-чуть не склеился, но я его положила не так, а вот так. Так мне захотелось чуть-чуть. Все, оставляем их, пускай они поднимаются, подходят. И включаем духовку. Духовка у меня есть быстрый разогрев. Поставлю на быстрый разогрев. Вот, потому что пирожочки, тесто хорошее, они поднимутся быстро. Минут двадцать. Двадцать полчаса. Ну, надо смотреть по самим пирожкам. Я там пока вожусь с пирожками. Алешек занялся боярышником. Немножко. Что такое? Что такое? Что? Куда ты ходишь? На улицу? Вон сколько, да? Сколько тачек вывез? Четыре? Четыре. Но это еще не весь. Там еще четыре висит. Ну, иди, иди, иди. Давай. Ну, давай, иди. Вот так, вот так вырвалась. Ну, что? Ну, в какую сторону бежать? Какую? Куда? Не знаю. Лешек накрыл туйки ведрами. Будут зимовать так, под ведрышками. Здесь выгреб. Мой Лешек молодец. Ой-ой-ой. Что там? Как ей нравится на улицу выбегать. Свобода, простор. А куда бежать? Не знаю. Да? Сбегала пару раз от нас. Лешек забывал ее, да? Лешек выносил мусор и забывал про нее. А она бегала. Далеко не бегала. Вон там у соседей. Кота выглядывала там. Ну, побегай, побегай немножко. Боярышник уже. Вот его сейчас сушить хорошо. Он уже такой вяленький, как подвяленый. Красивый. Красненький. И птицы. Хоть бы птицы прилетали, поклевали. Так, куда пошла? Чего ты туда пошла? Чего ты туда пошла? Иди домой. Давай, давай. Пойдем. Пробежалась немножко. Хватит. Ветер поднялся, да, Лешек? Не было же ветра вообще. Помогай, папе. А боярышник в этом году не сладкий какой-то. Не ты, да? Ну, погода, наверное, в мае не было. Не знаю. Вроде и солнышко было. Но какой-то не сладкий. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем. Обедать надо. Пойдем. Пойдем. Что здесь надо? Заходи. Здесь надо косить. Конечно, надо косить под деревьями, потому что надо выкупать листья. Все, пойдем. Давай. Там подходят пирожочки мои. Сейчас пойду. Наверное, уже подошли. Надо в духовочку их ставить. Все поставила свои пирожочки. Сейчас они еще тут немножко постоят вот так открытые. Еще чуточку поднимутся. И все. Закрываем. И выпекаем. Вообще пирожки печь лучше на режиме низ с конвекцией. Но у меня нет такого режима. У меня есть только верх с конвекцией и верх-низ с конвекцией. Вот. Поэтому будет верх-низ с конвекцией. Вот так. В общем, температура должна быть вот у меня где-то 180-170 градусов. Ну, 160-180. Вот так. И где-то минут 25. Ну, и надо будет смотреть, конечно. Вот так. На такое время. У него похожие тратистики. Разработки боевые и ледные грандирицы. Но планы этой грандирицы стоят намного дороже. Которые цепторы давно пропали исключительно денег. Медобороны США стремится за три года привести стоимость производства одного F-35 к отметке до 80 миллионов долларов. Сегодня она существенно выше. За эту сумму, если верить отключенным руководством Роскехоцена, можно купить тройку чек-мейтов. Тем более, как показывает пример Турции, в вопросах военных контрактов на США можно положиться далеко. Сегодня, но я среди наших партнеров в Азии и Северное предметы. Партнеры уже из Санкт-Петербурга интересуют и другие отечественные разработки. Мирные класса «Люкс». Например, два летающих автора. Бизнес-джет на базе. Суперджета. Самое впечатляющее здесь, конечно, ванная с душевой кабиной. В какой-то момент ты сбываешься и находишься на борту самолета. Пускай так. Зачем? Это как умный дом, только на высоте 60 тысяч лет. Дело важно, если в территории новая топливная система этого небесного Ауруса позволяет вездозаправу до летения Москвы до Владивостока. Пирожочки, ребята, такие вот румяненькие, не подгоревшие. Такие все гладенькие, красивенькие. Ой, ну просто м-м-м-м-м, прелесть. Не могу. Вот. Ай! Сколько лет мучились? Да? Да, Алёша. Да, Алёша. Должен же быть у нас праздник? Должен быть у нас праздник, да. Да. Сколько лет? Все. Вот так прикрою. Пускай они стоят, остывают. А мы, нам надо ехать в город. Сегодня у меня маникюр. Сегодня приведу свои пальчики в порядок. Вот. Вот. Ну и, естественно, заедем в магазин. Потому что кое-что у нас закончилось. Потом покажу. На улице прохладно, но я не одевалась, потому что из машины в магазин, из машины в квартиру не замерзну. А, ты еще будешь курить? Ну, пускай развивается. Лёшка. А что ты дышишь? Дай я вам капюшон надену. Да. Надену капюшончик. Вот так вот постоянно что-то. Какие-то поездки, какие-то эти. Вот. И мотаемся. Туда-сюда. Так у меня замерзли. А у Лёшка бензин кончается. Да? У Лёшка бензин кончается. У Лёшка бензин кончается. Да? Ну ладно, поедем. Варежка! Варя! 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 Что ты? Ты скучала тут? Да? Варварушка. да выйти хватило места чего тебе щелкнуть водичку давай я помогу донесешь я одну возьму что-то будет тащить и тебе еще две останется холодно уже на улице а дома тепло хорошо сейчас покажу пальчики маникюрчики красота теперь все зима там такие две собачки у этого мастер мы моей такие малышки чудные рано рано да давай я пакет заберу это занесешь то там пахнет пахнет другими собаками пахнет да обнюхивает обнюхивает там же кто-то лазил терся об ноги да да пахнет так ну привет тебе там передали до лиза вот как собаки чувствуют а вот запах нюх ладно так чек пойдемте смотреть пойдемте смотреть что у нас тут ой так кофе ладно сейчас я сяду покажу ну принципе там показывать то ничего кофе вот такой вот жаргин ну взяли тот который не очень дорогой и по акции свет включу лиза ну хватит меня обнюхивать уже хватит кофе жаргина но рекламирует говорят ничего якобс дорого блин так кофе жаргин двести двадцать девять девяносто девяносто девять двести тридцать рублей вот такие вот на точке у меня ребят красота сколько здесь здесь сто пятьдесят граммов вот лиза ну хватит меня нюхать лиза хватит так молочко взяли взяли мы бетлицкое что-то нам не понравилось какой-то привкус у него непонятный такой 930 миллилитров что нет места налить литр вот я не понимаю а почему 930 миллилитров что 70 граммов не влезет влезет непонятно 32 процента молоко молоко груши молоко 59 99 60 рублей айва ребята взяла его такая вот айва будет варенье я еще не наварилась варенье так айва айва по 116 117 рублей вот это вот на 292 рубля вот это вот так морковка морковку взяли потому что буду квасить капусту морковка морковка 30 рублей килограмм на 40 рублей что лежит я наверное не включила котел что ли я не пойму я выключала его когда снимала и наверное не включила не а я же включала почему не включился вот пошел да я слышу прохладно хоть и хоть и прохладно кофейку хочешь сколько давай давай сейчас попьем кофейку вот с пирожками до лёшек да так сметанка вот такая вот это в 15 процентов тоже взяли не очень какая дорогая это вот красная цена пятерочная так сметана последняя где-то было вот 54 50 такая вот сметанка такие две игрушки взяли конференция вот такие вот такие вкусные они такие сладкие вкусные груши конференции у нас так по 169 по 170 рублей на 140 143 рубля вот так вот это вот все покупки пакетик так надо найти еще вот это место еще не нашла и для пакетов вот такие вот покупочки вот это вот все все что купили насколько вот вам 819 рублей ребята скидки не было потому что после обеда уже поехали 800 820 рублей что здесь видеть а почти 1000 ну ладно ладно сейчас кофейку попьем такие пирожочки ребята сейчас попрошу лёшек разломить пирожочек это створом ты будешь какой створком или с яблоками с вареньем или с яблоками с вареньем это створом да вот видишь со всех сторон одинаковая вот ничего не прогорел не подгорела ничего все вот оно как положено потому что духовка но нашу было черт что надо звали она вот так вот разломи пополам такие пирожочки тесто ребята как пух просто вот обалденная я не стал такие пирожки кушать у нас не получалось как духовка еще долго а чё ты не стал кушать я мечтал а мне послышалось я не стал кушать а доказывается мечтал конечно пирожки по классу сейчас с кофейком класс а я с творожком хочу давно уже не поправится ты боишься поправиться дуни у меня стабильный вес и сук не яму не одну и ту же так остановилась но товарин сколько было тебе 70 это тоже мощь не знаю но за зиму еще наберешь можно да а сейчас у меня стабильно я вешусь у меня 64 и 40 400 какой-то встал ну хорошо ладно ладно будем это у нас полдник да четыре часа полдник м-м-м да